Забыть название Степанакерт. Такого города на территории Азербайджана нет. Есть город под названием Ханькенди. Прошу запомнить это название. Это однозначно территория Азербайджанской республики, признанная всем миром и Российской Федерацией, которая, чётко соблюдая международное право и понимание того, что это территория Азербайджанской республики, именно все эти последние 40 дней неоднократно и МИД России, и высшее руководство России объявляло о том, что это территория Азербайджана. Поэтому многим этим диванным политологам, которые сидят у себя дома на диване и рассуждают о судьбах мира, пора бы раз и навсегда понять, что это территория Азербайджана и жить она в дальнейшем будет по азербайджанским законам. Это наша территория, но Юра, я же несколько раз это говорю. Это территория Азербайджанской республики. И восстановление, и снабжение, и местные власти, это всё будет под контролем Баку. Юра, это не статус-кво, статуса-кво нет, не существует и больше никогда не будет. Это не перемирие, это решение карабахского вопроса. И вы совершенно правильно подчеркнули, что больше такая проблема перед Баку не стоит. Этой проблемы уже нет, она решена. Ну и последнее. Сейчас мы все видим видеохронику ввода миротворцев, как их принимают и как относятся к этой миссии, как она будет по-вашему далее проходить. Вы знаете, очень важный момент я хотел бы подчеркнуть, что российские миротворцы вводятся одновременно с выводом армянских войск с азербайджанской территории. Это очень важный момент. Я хотел бы подчеркнуть, это тоже, мне кажется, очень важно. Вот российские, так сказать, глашатай армянской стороны, пусть зададут вопрос своим армянским друзьям, а что делает армянская армия на территории другого государства? То, что воюет армянская армия, у нас не десятки фактов, а сотни фактов. С номерами военных частей. Вы же знаете, мы там очень много взяли трофейного оружия. Все это трофейное оружие прописано, в каких частях они приписаны, откуда они, какого года производства, чье производство и так далее. Понимаете, самое главное, что прекратилась агрессия Армении против Азербайджана. Поставлена точка в оккупации азербайджанских земель. И вот все остальное будет решаться в этом ключе. Ну и последнее, наверное. Соглашение предписывает сторонам остановиться в той локации, в которой они сейчас находятся. Но есть какие-то топографические моменты, о которых можно судить, что будет происходить какой-то взаимный обмен территориями. Нет, такого не предусматривается. Никакого взаимного обмена территориями не предусматривается. Более того, Турция страна-партнер Азербайджана. Это братская страна, которая с декабря 1991 года, первый признав независимость Азербайджана, все эти годы находятся рядом с нами. Что в этом удивительно? Или что в этом такого необычного? Почему надо это преподносить как какое-то поражение России, победы Турции? Вообще откуда берутся вот эти измышления? Вы знаете, я вот столько лет работаю и никак не могу к этому привести.